Скорее всего, при слове Панама большинство из нас представит головной убор, а не страну Центральной Америки, в которой я сейчас нахожусь. Если же говорить о Панаме как о стране, то всплывают образы других, очень бедных стран региона, таких как Никарагуа или Гондурас, но Панама вообще не такая. Она скорее похожа на штат США и по уровню ВВП на человека опережает Китай, Россию или даже такую страну Евросоюза, как Болгария. Население Панамы резко увеличивается и сюда все чаще приезжают люди даже с постсоветского пространства. Сегодня буду разбираться, что их сюда привлекает. В этом выпуске я слетаю в классную латинскую страну, где раньше были только джунгли, а сейчас стоят крутые небоскребы, в которых хотят жить люди со всего мира. Когда мы сюда прилетели, мы влюбились в эту страну. Мне кажется, это город таких больших возможностей. И я очень счастлива, что я здесь живу. Во-первых, потому что эта страна входит в десятку самых счастливых стран мира. Если есть рай на земле, то это Панама. Сегодня же узнаем, чем Панама так похожа на США, как оказалось, что крупный бизнес здесь принадлежит евреям и почему страна не вводит санкции против России. Образование американское, медицина американская и в принципе жизнь тоже идет по законам Америки. Если вы живете в стране и там мало евреев, то оттуда нужно уезжать. Я здесь чувствую офигенную доброжелательность по отношению к русским. Спросим, зачем люди хотят родить ребенка именно в Панаме и почему местные девушки такие фигуристые. Да, у них такие грудиши. Это естественные. Нет, конечно, все дорожено. Девочкам на 15 лет родители дарят груди и попу. Кроме того, разберемся, сколько нужно денег, чтобы жить в Панаме хорошо. Это 3000 долларов в месяц. Ну, примерно, да. Это примерно столько, сколько здесь, в принципе, нужно нажать. Именно это кофе в бакетах стоит сейчас уже до 5000 фунтов стерлингов. В конце концов, я пойду в плохие районы, куда даже местные ходить боятся. Ну, вот здесь мы за угол зашли. Я кожей почувствовал, что надо супер все контролировать, потому что стремно. В общем, Панама – страна латинская, а значит, скучной быть не может. Подписывайся на мой YouTube и Instagram, везде я Вова Карманов, и начинаем выпуск. В Панаму я прилетел из Колумбии и сразу почувствовал, как тут контролируют приезжих. Скан отпечатков пальцев и обязательная декларация. Зато редкость для Латинской Америки – доступные сим-карты прямо в аппарате. Уже на автобусной остановке много прикольного. Вот пожарная машина, как из мультика, а это бывшие американские школьные автобусы. Сейчас в Панаме просто работают по маршрутам, причем без кондиционера. Я же сел в автобус с кондиционером, который поливал меня водой всю дорогу. Панама находится на стыке Северной и Южной Америки, на тонком перешейке между двумя огромными океанами, что позволило выкопать здесь канал, который эти океаны соединил. Первым делом я еду именно к этому каналу. Интересно они мне одному. Туристов сюда завозят автобусами, у кассы всегда очередь, а на трибуне просто не протолкнуться. Прямо сейчас проходит корабль, который везет лопасти для ветровой электростанции. Как и вы, до того, как я попал в Панаму, я знал о ней только про Панамский канал. И реально это главное, что есть в этой стране. Это грандиозное сооружение, одно из самых крутых вообще в мире за всю историю человечества. Раньше, до того, как построили этот канал, кораблям надо было окружать всю Южную Америку. Это дополнительные 13 тысяч километров. В итоге, за пару сотен лет спроектировали и все-таки построили этот 80-километровый канал. И сейчас, чтобы пройти по нему, стоит огромная очередь из кораблей. И эти проходы продают на аукционах. Стоимость одного прохода на этом аукционе может достигать 400 тысяч баксов. То есть прошел один корабль, и 400 тысяч долларов остались в Панаме. Это просто огромнейшие деньги. Учитывая, сколько тут проходит кораблей, и канал работает просто нон-стоп. Недавно про канал сняли фильм. Я не смотрел, но, думаю, в Панаме его видели все. Морган Фриман просто национальный герой. Повсюду его стенды и баннера. Шлюзы канала не единственное символичное здесь место. Прямо сейчас мне сложно сказать, на каком континенте я нахожусь, ведь я еду по мосту прямо между двух Америк. Это мост двух Америк. То есть Панама соединяет не только два океана, Тихий и Атлантический, а еще и два континента – Северную и Южную Америку. У моста огромный китайский памятник. Оказывается, они тоже строили в этой маленькой, но важной стране. Тут же можно посмотреть на Панамы. На самом деле, они аквадорские. Просто экспортировались через Панаму и позаимствовали ее название. Взгляните на эти платформы. Когда шлюзы спускают в воду, ее уровень сильно поднимается. И, чтобы не затопило, все конструкции строят повыше. За потоком кораблей тут можно следить вечно. Это очередь. Всем надо в Панамский канал. Но очередь всегда такого размера или бывает? Ой, бывает. Вы знаете, бывает такая очередь, что ну просто вот даже негде вот такое ощущение, что прям на каждом, я не знаю, квадратном метре стоит пароход. И сегодня прям пароходы совсем маленькие. Бывают прям такие стоят большие-большие. Это Лилия. Она приехала в Панаму 12 лет назад. До этого бывала и жила во многих других странах. Панама это та страна, которую, Владимир, я выбрала осознанно. Да. И как это произошло? С чем сравнивала? Из чего выбирала? Почему победила Панама? Смотрите, моя первая эмиграция была в Новозеландию. Потом я жила в Австралию, в Австралии, в Новонуату, на Кук-Айланд, в Испании, в России. Я могу состоять целый список. Я рассматривала эту страну. Я жила до этого в Новозеландии. Там были очень большие налоги. Я рассматривала эту страну, как правильно сделать свою жизнь, чтобы я оплатила налоги, но они были не такие высокие, и чтобы я жила спокойно. И я очень счастлива, что я здесь живу. Во-первых, потому что эта страна входит в десятку самых счастливых стран мира. До Панамы Лилия еще жила на крошечном острове в Вануату, но скучала по цивилизации. Панама – это мегаполис. В нем есть все. Все, что вы захотите. А вот Артем прилетел с семьей недавно. У него своя IT-компания, и Панама ему приглянулась низкими налогами и комфортом. Почему все-таки Панама, а не Азия, например, или какая-то страна Латинской Америки, более дешевая? Потому что я искал место там, где будет более безопасно и надежно. Так как сам я рос в Люберецком районе, где в 90-е на улице просто стреляли, то я не хотел повторения подобного вообще в будущем и в первую очередь для своих детей. Ну, типа безопасность на первом месте? Да. А после просмотра всяких фильмов, типа «Шокирующая Азия», «Мальчишник», где действия происходили в Бангкоке, собственно, мне не хотелось бы сталкиваться с отрубанием чего-либо или вот всей этой… Ну, не везде в Азии что-то отрубают сразу, а Сингапур или Дубай? Сингапур, на самом деле, я бы рассмотрел бы, как вариант. Но, возможно, в следующий раз. Артем живет в одном из дорогих небоскребов Панама-Сити. На входе охрана и турникет, лифт тоже с чипом. На одном из верхних этажей, оранжерея под открытым небом, фитнес-клубе и спортзале никого. Жильцам не до этого. Несколько человек встречается у бассейна и в джакузи. Есть и зона для совещаний с видом на порты и соседние дома, увешанные кондиционерами. Без этого в Панаме никак. Это общая зона, такая как переговорка. Переговорка, поработать, посидеть. Потусить тоже можно. Да, собственно, здесь можно просто в обычной среде работы. Здесь есть переговорка и можно пользоваться свободно. Но если переговоры, то имеет смысл забронировать, чтобы никто больше не заходил. Мы уехали изначально из России, потому что, в принципе, хотели давно переехать куда-то. Но поскольку пришлось срочно уезжать, то сначала уехали в Турцию. В Турцию получили ВНЖ, жили полгода. Ну, в принципе, ВНЖ на год, оно еще действует. А сюда, в большей части, по бизнесу. Здесь проще вести бизнес международный. Это, скорее, точка, где мы еще пару лет хотим задержаться, пожить, поработать. Для себя на постоянку мы все-таки смысл рассматриваем штаты. У Артема все сотрудники работают удаленно. У нас есть ребята из Украины, из Белоруссии. Кто-то переехал в Анталии и живет. Артем переехал в Панаму с женой и маленьким ребенком. Сколько платите за квартиру в этом комнате? Две сто. Две сто баксов? В аренду. Да. Ну, это прям топ. Да. У меня шикарный вид, в принципе, и спальня на город, на океан. Здесь две комнаты полноценные. Небольшое место, где я иногда работаю. Типа кабинет. И непонятно зачем, но здесь три ванны. Две комнаты, но три ванны. Да. А вот это наша спальня. Здесь потрясающий вид по утрам. Собственно, на город, на океан. Собственно, из-за этого вида я взял эту квартиру. Здесь было три варианта, на самом деле, какую квартиру взять. Но я вот выбрал именно угловой вариант. Чтобы можно было вот так вот. Кстати, хозяева, жена хозяина квартиры русская. Возможно, из Беларуси. А сам хозяин – колумбиец. В море у Панама-Сити всегда очередь из кораблей. А вот яхты у пристани ежедневно садятся на мель. Вот эти же яхты спустя несколько часов уже на воде. Помимо сил притяжения и луны, рядом с каналом на уровень воды влияют и шлюзы. Что такое шлюз? Это когда идет смешение двух вод. Когда соединение океана происходит с рекой. То есть, соответственно, для того, чтобы запустить или выпустить корабль из шлюза, нужно запустить воду и выпустить ее. То есть, безусловно, «Зерокруз» и «Амадор» на них очень сильно влияют именно шлюзы канала. То есть, мы слишком близко к шлюзам, поэтому он влияет на уровень воды. Да, мы вообще очень близко. Абсолютно очень близко к каналу. То есть, несколько раз в день вода может прийти и уйти? Нет, она, получается, уходит утром и приходит час-два уже вода будет полностью здесь. Это мы с Лилией едем в новый район, Коста-де-Леста, по дороге, которую проложили прямо по морю. Проезд платный и сколько он стоит, Лилия обратила внимание только сейчас. Ну, ты думала 50 центов, а оказалось… Доллар 25. Доллар 25. И как бы ты испортилась настроение? Нет, абсолютно. Ты знаешь, у меня абсолютно без разницы. Я всегда говорю по-другому. Слушайте, если вам кажется что-то дорого, начните зарабатывать больше. Коста-де-Леста – это свободная экономическая зона. И Самсунг, и Хуавей, и все банки Панамы. Их 146 на данный момент, банков Панамы. Все хед офисы здесь. Я хочу здесь жить. Смотрите, здесь напротив шоппинг-центр, самый крупный Хопкинс Хоспитал. Это американский госпиталь. Соответственно, мы сейчас с вами завернем, вы увидите сразу два больших торговых центра, продуктовые магазины. То есть здесь есть все. А этот район насколько дороже, чем тот, который, ну, как бы центр? Нет, тут можно купить фактически точно так же, как и в центре. Ну, может быть, дороже на 1150-200 где-то так. Коста-де-Леста – это самый современный район Панамасити. Похожий своими высотками на Дубай, он также быстро был построен. Этот район построен, вы не поверите, когда я приехала в 2011 году сюда еще первый раз, этого района еще не было. Там только-только все начиналось. А когда я приехала в 2016 году, то там уже стояли небоскребы. Красивее Панамасити, чем с этой точки, вообще нет. То есть это самый красивый вид на Панамасити, который открывается вообще. Самый фотографируемый, самый публикуемый – это вот то, что мы видим. И вот если мы посмотрим чуть-чуть правее, он такой отдельный город. Он называется Коста-де-Леста. Это город в городе. И вот там вообще отдельная история. Ты туда заезжаешь по коридору, который идет через океан. В Панаме, как и в Дубае, любят намывные острова. На одном из них построили этот биомузей. Но больше Панамасити сравнивают не с Дубаем, а с городами США. С каким городом можно сравнить? Он же строился по аналогии с Майами США. Соответственно, все виды примерно такие же делались. В районе Артема почти не осталось старых построек. Под натиском небоскребов и американского капитализма держатся всего несколько домиков. Панама не просто так похожа на Америку. Здесь есть целые районы, где жили американцы, когда управляли Панамским каналом. Они больше дружат с Америкой, потому что канал Америка Панаме отдала только в 2000 году. Поэтому 1 января для них это не просто Новый год, а это дата передачи канала. То есть это счастье, которое вы видите вот здесь. Это все благодаря Панамскому каналу. Подарок от Санта-Клауса. Панама, в принципе, очень стабильная страна. Здесь страна долларовая, здесь нет своей армии. То есть, по сути дела, это до сих пор такой маленький штат Америки. Образование американское, медицина американская. И, в принципе, жизнь тоже идет по законам Америки. Панаму называют 52-м штатом Америки. Вроде бы так много всего общего. Американцы здесь лопатами копали этот канал, который сейчас денег кучу приносит. Но в то же время панамцы как бы не прогибаются под штаты. Если ты посмотришь на политический устой, на их законы, то во многих моментах именно идут они как Америка. Когда становится скучно, летают из Панамы тоже в Штаты. Бывает такое, что людям становится мало Панамы и хочется какого-то крупного города. Чего-то, может, не хватает или просто какого-то мегаполиса. В Панаме есть все, как я уже сказала. Но тут есть один аспект, которого мне сильно не хватает. Это культуры. Культуры в какой? Концертов, балета. То есть здесь есть и балет и все, но он весь тут дозированный. Очень мало приезжает людей с концертами. И когда, конечно, у меня совсем наступает культуральный голод, я сажусь на самолет и лечу или в Лас-Вегас, или в Майами. Но больше всего в Лас-Вегас, потому что там ты можешь увидеть все шоу мира, все Костю Солей, послушать Селиндион. В Панаме очень прикольная ситуация с местной валютой. Она здесь есть и называется Бальбоа. Но панамцы штампуют только монетки. Вот как они выглядят самых разных размеров. Есть даже вот такие огромные. Эти монеты один к одному взаимозаменяемые с долларами. То есть они штампуют монеты от одного цента до одного Бальбоа. А все, что выше, бумажное, используют тупо американские баксы. Открывает продавщица в магазине кассу. Там у нее разложены доллары бумажные. И вместо монет американских, соответственно, панамские монетки. Причем монеты используются параллельно. Бальбоа и центы США. На кассах они просто лежат вперемешку. Здесь я видела два таких полярных мнения. С одной стороны, большое количество панамцев. Они реально благодарны американцам за то, что они так живут. За панамский канал, за уровень жизни, за доллар. Доллар, да. С другой стороны, у всех еще свежо в памяти вторжение, которое было в 1989 году. Сейчас 20 декабря у них является днем траура, когда флаги спущены, алкоголь в магазинах не продается. Танцы, веселительные мероприятия на улице, они запрещены. И память о этом вторжении, она как бы все еще жива. Американцы действительно вторгались в Панаму около 30 лет назад, чтобы восстановить здесь демократию. Тогда они свергли лидера страны и посадили его в американскую тюрьму. Арестован в Штатах был еще один президент Панамы, причем всего 5 лет назад. Рикардо Мартинелли в Панаме любят и считается, что это он делал страну такой привлекательной. И вот он как раз и отреставрировал все Касковьеха. Это были руины из руин вообще. Они построили социальное жилье. Они всех прекрасных людей отселили, придали статус ЮНЕСКО и поехал сюда бизнес. Он построил Синта Кастера, вот эту вот дорогу по океану. Он насыпал, построил Бальбо. То есть он тут сделал очень-очень много. Он построил Сухомов. То есть при этом президенте Панама просто расцвела. Но, по всей видимости, свои есть истории, про которых мы не знаем. И он до сих пор закрыт. До сих пор его не выпустили. А, он в тюрьме? Он в тюрьме до сих пор сидит, да. Многие задаются вопросом, как путешествовать не по два раза в году, а намного чаще и иметь возможность пожить в стране как минимум месяц. Вариантов несколько. Можно стать тревел-блогером, как я. Можно пуститься в кругосветку на все свои последние сбережения. А можно обучиться удаленной профессии. Например, востребованной профессии дизайнер презентаций. Третий вариант самый оптимальный. Дизайнер презентаций – это человек, который делает для клиентов убедительные, а главное не скучные слайды. Такие, такие, такие и еще такие. Творческой удаленной профессии учат в Академии презентаций Бонни и Слайд, Николая Пире и Светланы Фирсовой. На курсе «Стань дизайнером презентаций» можно освоить новую профессию с нуля всего за 4 месяца. И научиться делать вот такие крутые слайды, такие, такие, а еще такие и такие. Каждый день 800 человек ищут, кто бы им сделал презентацию. Средняя цена за слайд – 20 долларов. И обычно на красивых слайдах дизайнеры презентаций зарабатывают 3000 долларов и выше. В Бонни и Слайд вас научат разрабатывать дизайн с нуля. Каждое выполненное вами задание проверяют кураторы и дают обратную связь. А первых клиентов вам найдет сама Академия. В Бонни и Слайд ежедневно поступают заявки на создание презентаций и их отдают выпускникам из базы фрилансеров. Профессия дизайнера презентаций актуальна и на международном рынке. По данным сервиса Upwork, дизайнер презентаций со знанием английского в среднем зарабатывает 25 долларов в час. А у топовых специалистов ценник в два раза выше. Академия обучила уже 50 тысяч сотрудников, включая сотрудников компаний Сбер, Тинькофф, Озон и Газпром. По промокоду ВОВА действует скидка 40% на курс по дизайну презентаций. Учите сделать красивые слайды с Бонни и Слайд и меняйте свою жизнь к лучшему, освоив востребованную профессию дизайнера презентаций. А если хотите обучить своих коллег или сотрудников, то есть и обучение в корпоративном формате. Записаться и узнать подробнее можно по ссылке в описании. Но нельзя сказать, что панамцы полностью подчиняются США. В некоторых вопросах, наоборот, продавить Панаму у американцев не получается. Как, например, в вопросе санкций против России. Панама соблюдает нейтралитет водный и финансовый. То есть на сегодняшний момент такая ситуация в мире, что корабли нужно где-то ремонтировать. Для России закрыты практически все порты Европы, закрыты очень многие порты. В Китае. И в общем все точечно. Так вот, сегодня Россия может ремонтировать свои суда только в Турции и в Панаме. Поэтому Панама это такая страна, которая прямо вот перерабатывает, перерабатывает у себя деньги, людей, ресурсы. То есть Панама не участвует вообще никогда, ни в каких международных историях. Американцы не надавили, получается. Видимо, здесь есть какие-то свои условия, на которые уже влиять нельзя. Я так думаю, что сфера влияния, она есть, но до какого-то предела. Вот, наверное, все-таки вот этот предел он здесь. Также и панамские банки не вводят ограничений для россиян. Россиянам открывают здесь счета? Да, у меня открыт здесь счет. Я имею карточку Панамы. А как Панама относится к санкциям против России? Она как-то участвует в этом процессе? Ну, у меня такое ощущение, что нет. Ты на себе вообще не учитил ни карточку? Нет, это ни карточка в стол, да. Ну, карты, наверное, не работают российские. Не проверял? По крайней мере, солидарность, UnionPay я спокойно снимаю. Я хочу сказать, что вообще так, как относится сейчас Панама к всему постсоветскому пространству, я, если честно, просто горжусь этой страной. И я рада, что я здесь живу. Во-первых, потому что я не чувствую вообще какого-то плохого отношения. Плюс ко всему, Панама действительно благодарна России, потому что очень много ведущих специалистов, которые сейчас есть в Панаме. Инженеры, доктора, специалисты по строительству дорог, архитекторы. Это все люди, которые выучились в России. Раньше и другие страны Карибского бассейна охотно выдавали гражданство россиянам. К примеру, гражданство страны Санкиц и Невис есть у миллиардера Павла Дурова. Но с началом войны почти все страны стали россиянам отказывать, кроме Панамы. Это было очень печально, что и закрыли Санкиц и Невис, и Антигу, и Гренаду. Я буквально недавно была на Гренаде, и мы эту новость ужасную получили прямо на Гренаде, что закрывается программа для русских. К сожалению, таким маленьким островкам, как Гренаде, Санкиц, у них нет выхода, как только подчиниться Америке. А они полностью под Америкой? Да. У нас еще остался один шанс Свануату, но я думаю, что этот шанс тоже будет скоро закрыт. Гражданство, как таковые, вообще закрываются, кроме как в Турции. Но если брать именно постоянное местожительство или временное местожительство, то по нам это, наверное, единственный такой план Би для всех людей. И он действительно достойный план Би. Это не какой-то там Северный Кипр, когда ты не знаешь, начнется там война или еще что-то. Еще здесь очень спокойно просто везде, хоть в центре города, где даже когда формируется небольшая пробочка, все равно очень немноголюдно и как-то тихо. И вот здесь в туристическом месте, на этом тротуаре я сейчас один, мимо изредка проезжают машины. Немноголюдно и в небоскребе Артема. Я здесь встречал один раз человека, который говорит по-русски, но он еще пока не живет. То есть он ходил с риэлтором, он был говорящим. И как раз таки искал квартиру, ему показывали квартиру на моем же этаже. Он в какой-то момент понял, что я знаю русский и решил как бы уточнить. А как понял? Возможно по акценту нет, просто я разговаривал на английском. Но по словам Артема, русскоговорящих здесь становится больше. Есть чат, Панама чат, там порядка полутора тысяч человек зарегистрировано. Но обычно далеко не все в Панаме. Я думаю, да, далеко не все, но многие так или иначе либо где-то на полпути в Панаму, либо уже здесь. Русскоязычные попадаются здесь тебе в Панаме? Да, конечно. Есть такая интересная история, когда мы приехали в консульство Российской Федерации делать доверенность. Сидим, ждем. Ну, естественно, там все русские. Мы разговариваем. Тут попадается пара. Начинаем выяснять, что мы из одного города, из Питера. Я говорю, у вас такие лица знакомые, очень интересные. Я говорю, может, мы друг друга видели где-то? Я говорю, где вы жили? Он говорит, в таком-то районе. И оказывается, что мы жили просто в одном доме, и мы соседи. То есть соседи оказались здесь, в Панаме тоже? И каким-то образом мы оказались все в одном месте, в Панаме. Вы продолжаете общаться или разъехались подальше на этот раз? Нет, мы сейчас являемся соседями в соседних домах. Мы продолжаем общаться, дружим, ходим, гуляем вместе. И это вообще здорово. Настя с семьей приехала в Панаму около года назад. Здесь много русскоязычных. Примерно, по официальным данным, около трех тысяч человек сейчас проживают на территории Панамы. Очень много мамочек, которые рождают ребенка и остаются здесь в дальнейшем на ПМЖ. И остаются уже навсегда. Здесь русские трех волн. То есть первая волна русских. Они тут уже лет по 25. Это которые вышли замуж за панамцев, которые учились в Патрисалуму в институте в Москве. Они познакомились, женились и приехали сюда. Панама тогда дружила с Советским Союзом? Конечно. Это Панама, Куба. Это же были прям такие страны. Их тут достаточно много. Но они уже все панамились. Они все с паспортами, с работами все взрослые женщины. Потом очень большой класс здесь, когда Панама разрешила здесь быть офшором. Очень много бизнесменов сюда поехало из Канады, из Америки. Вот вы как выбирали куда ехать? Прямо сразу знали, что Панама это классное место или нет? Слушай, вообще Панама это единственная страна, которую я не выбирала. Панама выбрала меня. Оксана из Украины. Какое-то время жила в России и планировала переехать в Мексику. Мы когда улетали из России, мы прилетели в Турцию. И нам надо было лететь в Мексику. А у меня же паспорт белорусский. Я много лет прожила в России, паспорт не меняла. И я смотрю, что мы не успеваем ничего в Турцию сделать. Мы открыли рядышком Панама. Я приезжаю. Вот тут остановились на 4 дня. И я думаю, ну ничего себе, мы летели вообще в Панаму. Я думала, это, знаешь, вот хибарки и канал. Когда мы подлетали, я вообще видела этот Сити, думаю, это вообще что за такое. Все, ребята тут побыли. А мне визу не открывают. Они уезжают в Мексику. Я остаюсь. И я думаю, так, ну все, это судьба. Не надо сопротивляться. Нужно расслабиться и принять. Мы принимаем бой. И потихонечку, потихонечку стала осваиваться. Познакомилась с русскими. Тут это быстро очень происходит. Ты на Фейсбуке, ты где-то с одним человеком со вторым встретил. Он квартиру снимаешь, машину снимаешь. То есть, ну в принципе, все у русских. Ну и прямо достаточно вот этого русскоязычного сообщества для решения любых проблем. По большому счету, да. Нравится в Панаме? Ну, в Панаме вообще, в принципе, не может не нравиться. Потому что Панама это такое... Пока ты не знаешь Панаму, ты вообще не понимаешь, что это за страна. И кроме как канал, мы вообще о нем ничего никогда не знали. Но когда ты попадаешь в страну, ты понимаешь, что от нас прятали маленький парадайз. Если есть рай на земле, то это Панама. Здесь вот у нас детская площадка, здесь очень много русских семей с детками. Ты как россиянка, чувствуешь здесь какие-то санкции, какой-то холодок? Я здесь чувствую офигенную доброжелательность по отношению к русским. Угу. От панамцев. Когда они слышат, что ты русский... Ааа, круто! Да ладно! Я мечтаю поехать в Москву. А правда, что у вас снег. А я никогда не видел снег. А я хочу потрогать снег. А я знаю такие-то, такие-то города. А я смотрела чемпионат мира в России. Один раз к нам человек, таксист, пел «Катюшу». И потом пел «Патч». Ему так в России бей розы щумят. Ну а никто из них не говорил про войну что-то? Ааа, слушай. Говорят, они просто говорят, что да, ситуация очень плохая. Типа «Украния, русская, очень плохая, очень плохая». Ага, вся аналитика, да? Да, ну то есть они не дают никаких, по крайней мере, мне. Не давали никаких оценочных суждений там, кто прав, кто виноват. Они просто считают, что это очень плохая, неприятная ситуация. То есть здесь достаточно комфортно жить. При этом здесь нет никакой русофобии, которой боятся некоторые наши соотечественники в Европе. Хотя я тоже не считаю, что она есть. В советское время, видимо, как раз во времена свергнутого президента Норьеги, Панама тесно сотрудничала с СССР, что до сих пор оставляет свои следы. Мне кажется, что в 80-е и 90-е был какой-то портал. И очень много панамцев ездили учиться в Россию, в Москву, в Питер. И я прямо несколько человек встречала, которые в этот период времени учились там. У меня есть здесь подруга. У нее там учился папа и привез оттуда маму сюда. И вот, соответственно, у нее папа панамец. То есть ее папа панамец. Да, да, да. Но папа отлично говорит по-русски. Мама уже говорит по-испански. Вера с супругом эмигрировали в Панаму не одни. Вместе с ними приехали коллеги мужа по работе. Есть пара-тройка девчонок русских, с кем я здесь познакомилась. И плюс тоже общаемся здесь с коллегами мужа, с мексиканцами, с бразильцами. То есть мы стараемся не ограничиваться только русскоговорящими друзьями. Это старый город или по-местному Каско-Вьеха. Он внесен в список ЮНЕСКО и выглядит классно, хоть и попадаются иногда разваленные здания. По улицам гуляет много молодежи, а поколение постарше проводит время в очень старых, но отреставрированных церквях. Помогает восстанавливать старый город закон, по которому у владельца отбирают здание, если он не может его реставрировать. А тут, кстати, памятник французам, которые тоже причастны к строительству канала. Это старый город, тут все так по-колониальному и новенькое как будто. Мы находимся в самой красивой, наверное, части Панамы-Сити. Здесь было все не так красиво, не так здорово, как сейчас. И для тех людей, которые жалеют, что они не купили биткоин в каком-то там 2009-2010, вот еще одно сожаление, что вы могли примерно в это же время здесь купить квартирку или домик 10 раз дешевле, чем он стоит сейчас. Потом Панаму включили, Панаму въехала вот эту пространство, включили в список национального наследия ЮНЕСКО, всемирного наследия ЮНЕСКО. И вот с тех пор начали защищать. Начали, да, защищать, восстанавливать. Тут симпатичная, но, я так понимаю, пройти метров сто будет уже трешовый район. Ну, да, да, да. Тут в Касковъ ехал, видишь, какие-то части восстановленные, какие-то части еще такие. И они остаются опасными? Да, я думаю, что в дневное время ничего страшного, но если ты сюда придешь после заката, то можно как-то... Ну, закат скоро. Я себя комфортно чувствую в хороших районах в дневное время. В плохие районы я не хожу, потому что, как бы, ну, я понимаю, если ты идешь, видишь, что тебе некрасиво твоим глазам, вот, и ты себя не очень хорошо чувствуешь, значит, из этого района, скорее всего, лучше повернуть обратно. Вот как здесь, да? Зачем, собственно? Ну, еще нет. Я бы сказала, вот еще метров 200-300, и тогда уже, наверное, более-менее что-то ты почувствуешь. Ну, вот здесь мы за угол зашли. И я кожей почувствовал, что надо супер все контролировать, потому что стремно. И неспроста полиция вон патрулирует все. Все происходит очень быстро. Заканчиваются рельсы, заканчиваются ухоженные дома. Теперь нас окружают развалины, сточные канавы и кучи мусора, в которых роются куры. Меняются и лица людей, среди которых все больше пьяных и таких, как этот, ругающийся сам с собой мужик. При этом тут работают магазины и даже парикмахерская на открытом воздухе. А иногда заезжает и полиция. Правда, на этот патруль набросились собаки. Вера считает, что в Панама-Сити не все районы вообще стоит посещать, но в целом о безопасности не сильно переживает. Я себя чувствую очень расслабленно здесь. Особенно, как мы с тобой обсудили, на контрасте с Рио. Я думаю, что, боже, тут все так здорово и безопасно и классно. Но когда я спрашиваю у панамцев, как вы сами себя здесь чувствуете, то есть можете ли вы в 12 часов ночи куда-то пройти два квартала, или куда-то вечером выйти в одиночестве девушкой. Они говорят, ты что, с ума сошла? Мы вечером после девяти перемещаемся только на такси, от точки до точки. Типа, в плохие районы мы не ходим. Типа, зачем это нужно делать? Ну, в том плане, что им реально страшно там появляться или как? Ну, да. Это мы едем по другому небезопасному району с социальным жильем. Видно, что оно было построено не так давно, но выглядит очень мрачно. На высоких заборах сидят подростки и повсюду разбросан мусор. Для местных жителей Панама-Сити выглядит именно так. Трущобы на фоне далеких небоскребов. Кому-то вообще приходится мыться в лужи. Контрастно с этими покосившимися деревянными бараками смотрится стоящее неподалеку новенькое здание трибунала, на котором укладывают свежую черепицу. Но, увы, до суда грабители в Панаме доходят далеко не всегда. У Веры тут недавно ограбили подругу. Это был абсолютно нормальный район. Район с офисами. То есть это не какое-то гетто. Это было примерно 12 часов дня, когда люди шли обедать. Казалось бы, все должно было быть нормально. Она шла, разговаривала по телефону. И, собственно, сзади подбежал человек и как-то выбил у нее телефон из рук. Не договорила. Убежала. Ну да, собственно, не договорила. Естественно, девочка была очень испуганная. Ну, обидно, страшно. Да, она написала заявление в полицию, но, понятное дело, что никто ничего никогда не найдет. Район стрёмный, но полиция проезжает. Да, здесь... Причем он едет отсюда и довольно быстро. Да, здесь патрулирует полиция. И, по крайней мере, когда мы первый раз сюда приходили, на некоторых поворотах стояла полиция и говорит, что туда идти не нужно. Районы для богатых людей очень хорошо охраняются и иногда расположены прямо в непроходимых джунглях. Да, конечно, здесь стоят везде охрана все, но ты просто так не пройдешь к этому дому, потому что он, видите, находится прямо как в джунглях. То есть там есть прогулочные дорожки, но ты туда не пройдешь без разрешения и без охраны. Именно на этой вилле останавливались важные люди. Последний, кто здесь жил, это был Джастан Биба. Но все известные люди, китайский президент, президент Эквадора, Колумбия, всегда останавливаются здесь, именно в этом месте. Мы сейчас с вами находимся в месте, которое называется Веракрус. И мы находимся в отеле. Это отель Westin, вы видите, а здесь наверху это Casa Bonita. Ну, это одно из шикарных мест. Почему? Потому что, во-первых, 15 минут езды от города и вы в тропическом раю. У вас есть и джунгли, и море. Здесь в основном живут экспаты. Действительно, Канада, Америка, Англия, Австралия. Даже несколько моих подружек из Австралии живут здесь. Очень много живет компьютерщиков, проэтишников здесь. Но такая близость джунглей, это не опасно? Вы что? Как это опасно? Ну, в джунглях бывают, не знаю, змеи. Ой, вас умоляю, змеи есть везде. Как минимум ящериц я встретил сразу. Ой, вот еще одна прямо здесь. Обалдеть. Сверху видно, насколько плотные джунгли покрывают территорию Панамы. Через похожие джунгли до сих пор так и не пробита нормальная дорога в соседнюю страну, Колумбию. И в некоторые места можно вообще попасть только на небольших самолетах. Поэтому здесь много коротких взлетных полос. Эта квартира сколько стоит? Эта квартира в Кассабоните стоит 329 тысяч. 329 тысяч и тут сколько квадратов? 107. Панаме жилье явно дороже, чем в соседних странах. Если ты будешь жить один, без семьи, то ты сможешь снять маленькую себе какую-то квартирку и за 300 и за 500 долларов. Но если ты уже едешь с семьей, у тебя там, допустим, 2-3 человека, то, наверное, у тебя будет квартира стоить от 1000 долларов и выше. Если ты приедешь в Коста-де-Леста, район как раз, где мы сейчас находимся, то есть тут от 1500 и выше. Здесь очень интересная ситуация. Маленькие квартиры это 70 квадратов. Это маленькая квартира очень, то есть получается с одной спальней. Примерно такая квартира здесь стоит около, если даже в центре смотреть, где-то 600 долларов можно снять. Если квартира побольше, то это уже начинается от 1000 долларов. Меньше 70 квадратов даже не найдешь квартиру или есть какие-то студии? Нет, здесь нет студий. То есть 70 квадратов это маленькая квартира. Но студии я еще ни разу не встречала, то есть как у нас 20-30 квадратов, здесь таких нет. Две сто в месяц, сюда входит собственно аренда, вода и отдельно оплачивается только свет. Свет сказали где-то в районе 120-150 долларов. Ну в зависимости от того как потреблять, опять же центральный кондиционер. Он всегда работает? У нас по большей части да, всегда. Сколько стоит такая квартира? Купить? Да. В районе 300-350 тысяч долларов. И в аренду сдается? Если в этом доме брать квартиру, то где-то да, 350 тысяч долларов будет стоить такая квартира. Плюс они здесь, он почему называется Армани Касса. Здесь вся мебель от Армани Касса идет. А то есть мебель сразу в квартире? То есть это квартиры прямо вот готовые продают. То есть мы поднимемся на этаж выше, там такой же столик будет? Здесь все будет все то же самое. Классический вариант как в штатах. Шкаф и такая ванная, которая душевая. Зайдем в местный супермаркет. Цены в долларах и приятными их не назвать. Чего только стоит кефир за 9 баксов. Лимоны тут стоят 4 доллара, пирожное минимум 3, а бутылка водки 8. Из дешевого встретил мясные нарезки, бананы, в том числе вот этот огромный 30-сантиметровый. И вообще за копейки можно взять огромную бутылку сквирта. Прикольно в коробочку складывают они в пакет, мне нравится. На выходе обязательно лотерея. Дороговато. На фоне остальной Латинской Америки вообще тебе кажется, что супер дорого. Ты приходишь в какой-нибудь ресторан нормальный, а там цена на блюдо типа 20-25 долларов, что так довольно неприятно. Это в Панаму-Сити. Что еще неприятно, что на пляже, если ты выезжаешь куда-то на пляж, там вообще очень все плохо с едой, с ресторанами. Ценник очень высокий и при этом ты получаешь там хоть жутко зажаренную, невкусную, отвратительную рыбу с масляной картошкой за 20 баксов. Ну, в общем, очень не хватает качественного сервиса. Улететь отдохнуть от Панамы за копейки тоже не всегда получается. Просто обидно понимаешь, что Панама, здесь охрененная природа, здесь очень большой потенциал есть для туризма, но за счет того, что здесь нет инфраструктуры никакой, ее очень мало, но очень дорогая, по сравнению с остальными странами, что сюда просто не приезжают люди. Вот взять острова здесь, безумно красивые острова, это мои любимые Сабога, Картадора, туда плыть два часа, но, например, чтобы сплавать туда-обратно одним днем, билет на паром стоит 110 долларов. Вот, то есть, каждые выходные там ты не поплаваешь на острова, потому что на сумью из трех человек это 330 долларов только для того, чтобы съездить туда-обратно. Согласись, это не супер-адекватно. Ну вот, бензин здесь очень дешевый. С бензином вообще прикольная ситуация. С тех пор, как мы сюда приехали, здесь начались какие-то протесты. Цены на бензин после этого упали в год протестующим. Вот, потом они опять выросли, но сейчас есть какая-то, сохраняется какая-то плота на бензин, то есть, мы по нашей резиденции получаем 20-процентную скидку. Для резидентов и для панамцев? Для всех, кроме туристов, то есть? Видимо, да. Мы были тоже, думаю, очень удивлены. Спасибо протестующим! В итоге, все цены, которые указаны на заправках, а это около доллара, актуальны только для туристов. Остальные получают 20-процентную скидку. Когда бензин подорожал, то государство приняло решение всем жителям Панамы сделать скидку. Вот сейчас, к примеру, ты увидишь, там будет, наверное, цена где-то 70 с чем-то долларов, а заплачу я за это доллара 43. То, что я могу себе позволить здесь и то, что я не мог себе позволить в других странах, оно привлекает. Здесь получается дешевле, чем при том схожем качестве где-то в другой стране. Ну, вот город похож на Майами, но в Майами все, наверное, раз в 5 дороже. Общественный транспорт тут вообще раз в 7-8 дешевле, чем в Майами. Причем вот как выглядит метро. В Центральной Америке только Панама смогла позволить себе построить метрополитен еще и за 2 миллиарда долларов. Панама больше подходит для инвесторов и людей с хорошей удаленной работой. Без этого сложно будет жить в кайф, учитывая местные цены и рынок труда. С работой оказалось, что здесь не все так просто. Я без знания испанского языка приехала вообще. То есть я могла бы сказать только «вала», «пасо». Сейчас я активно изучаю испанский и, собственно, да, нахожусь в поисках работы. Около года назад Вера переехала сюда с мужем, который как раз работает удаленно. Мы решили, что, блин, почему бы и нет? Жить всю жизнь на одной стране очень скучно. Ну, не пожалели за вот почти год? Да нет, конечно, это охрененный опыт. Это очень интересно. Пуча новых эмоций и впечатлений. За это время Вера много где побывала и ведет блог о своих путешествиях. Мы успели побывать за это время в Рио. Проблема, видишь, Латинской Америки в том, что здесь не так, как в Европе, когда ты можешь каждые выходные взять билетики себе за 30 евро и летать себе там в Берлин, Париж и так далее. Ну, здесь, я думаю, можно в Коста-Рику или в Колумбию за 50? Нет, нет. Не совсем? Нет, даже в Колумбию за 50, нет. Самое маленькое, наверное, предложение, самое дешевое, которое я видела, это 150. Оксане удалось найти в работе свою незанятую нишу. Так получилось, что я единственный русский врач на всю Панаму. Я вообще, когда это узнала, была очарована, думала, неужели такое еще есть вообще, когда ты живешь и работаешь в среде без конкурентов. Я работаю в сфере красоты и здоровья, и поэтому панамцы у меня были всего лишь два. Один мужчина, ну, как бы из высшей касты, из Панамы тут уже есть такие, и девушка молодая. Все остальное – это Колумбия, Венесуэла и Америка, экспаты, это все экспаты. В Панаме есть ограничения на некоторые профессии, поэтому Оксана оказывает услуги в форме консультаций. У нас открыта компания, где мы оказываем консультационные услуги. У меня снят кабинет в клинике, и, собственно говоря, я вот по такой схеме и работаю. Панамцы жутко ленивые, они не хотят работать. И тут такая система, что врачи, инженера, таксисты и ряд профессий могут быть только панамцами. То есть, по сути дела, откровенно и открыто работать врачом. Я тут, ну, вообще, знаешь, пока тут все сделают документы, на пенсию выйду. Лилия занимается недвижимостью, и в офисе, где она работает, меня встретил такой огромнейший пес. Он прям храпит. А если приезжает человек русскоязычный, он не айтишник. Понятно, что айтишник везде хорошо. Да, везде хорошо. Я знаю. Он приезжает сюда реально ли без испанского, но с английским хотя бы найти какую-то работу? Ты знаешь, в зависимости от того, какой ты специалист. У меня, допустим, здесь есть несколько ребят, которые очень хорошо умеют делать все руками. И вот они приехали сюда, и они нашли себе работу, работают. Кто-то уже открыл свои компании. Панаму окружают более бедные страны. Никарагуа, Венесуэла и Колумбия. И рабочие из этих стран готовы работать здесь за очень низкие зарплаты. Если ты сюда просто приехал зарабатывать деньги и работать на кого-то, то это, наверное, не та страна. Потому что эта страна все-таки для меня, она больше как страна бизнеса. Если у вас есть четкий план, если вы знаете, что вы хотите делать, у вас есть какая-то мечта. Если вы ее правильно как бы отрегулируете у себя в голове, пропишете, это та страна, в которой можно осуществить эту мечту. Но сказать, что вы сюда приедете и придете в любую компанию, вас возьмут на работу и будут вам платить минимальную сумму денег, а это всего 600 долларов, я думаю, навряд ли, наверное, это те деньги, на которые люди хотят жить. Они же генетически близки к жителям Коста-Рики, Никарагуа, но все-таки они живут намного лучше. Это благодаря каналу и географии? Во-первых, потому что здесь есть канал, потому что канал, он все-таки 15% всего торгового рынка проводит через себя. То есть, соответственно, если вы возьмете Никарагуа, Никарагуа, государство не платит ничего своим жителям. То есть здесь, если у вас есть какая-то сложность, то государство вас будет поддерживать. Здесь очень много людей, которые приехали как экспаты и открыли много бизнесов. То есть они дали возможность работать работникам и работать фананцам. Это тоже большой-большой плюс. Одна из самых мощных диаспор в Панаме – это евреи. Они владеют здесь крупным бизнесом, а один из районов Панама-Сити называют еврейским. Мы сейчас с вами въезжаем в район Паттия. Это еврейский район в Панаме. То есть каждый дом – это выстроен евреями и живут здесь евреи. Но этот райончик, он уже считается как бы такой староватый, но евреи отсюда не уезжают, потому что для них все правильно организовано здесь. Этот райончик перенял многое у Лас-Вегаса. Вот это вот Беладжио, вот это вот Венешио. Если вы приедете в Лас-Вегас, то здание очень сильно похоже. Это еврейским районом все считают? Да, абсолютно не считают, а он такой и есть. Так и есть. А в чем это заключается? Здесь одни евреи, что ли? Фактически, да, живут одни евреи. В каждом доме есть шабат-лифт. Люди на каждом этаже останавливаются в пятницу и в субботу. Плюс место само очень красивое. Здесь очень много людей, еврейских семей гуляет в этом парке со своими детками. Ну и плюс ко всему вы сейчас увидите еще и остров. На этом острове, искусственном острове, очень много построили красивых зданий, домов. И очень много состоятельных людей именно Панамы и хотят жить там. Вот остров перед нами. Там еще ведется строительство. А это здание в форме какого-то цветка раньше принадлежало Трампу? Оно сейчас здание Мариотта. Раньше это было здание Трампа. Он его типа устроил? Трамп его строил и потом перепродал консенсию Мариотта. Странным на этом фоне выглядит разрушенный морем пирс. Теперь это украшение города. Теперь это романтическое место. Здесь в Панаме все очень большое количество полиция обученная МОСАДом. И вы увидите на мотоциклах полицию с автоматами. Это все люди обученные МОСАДом. Соответственно это говорит о том, что в Панаме очень безопасно. Можно передвигаться. У меня было очень много случаев, где мои клиенты забывали ключи, часы, сумки. Возвращались и оно было на месте. Это в этом районе безопасно? В этом районе и в Коста-де-Леста. Да, во многих районах здесь безопасно. Конечно, если вы пойдете в Каледонию и оставите свой телефон, то, конечно, у вас его украдут. Многие евреи Панамы русскоязычные. Эту кафешку открыли как раз такие. Эта страна, наверное, развивалась за счет евреев. И была выстроена, потому что очень много лоджистики, движения было именно сделано евреями. И здесь, если вы посмотрите, все основные застройщики, владельцы земли и домой пароходов – это все евреи в этой стране. В Панаме есть и марокканские, и сирийские евреи. Есть, конечно, Ашкенази. Это все, что касается более европейских евреев. Поскольку я знаю, у нашего президента Нита мама имеет фамилию Коган, значит, она еврейка. Расскажу шутку моей маме. Когда-то она сказала, вы знаете, если вы живете в стране и там мало евреев, то оттуда нужно уезжать. А панамцы как к этому относятся? Вот бывало же в истории, что чуть какие-то проблемы, виноваты евреи, все принадлежит им и все по этому. Ну, вы знаете, я думаю, наверное, если вы возьмете панамских вообще людей, то они, наверное, так больше относятся к американцам. Когда вы садитесь в такси, и тебя он спрашивает югринга, то есть это означает, что ты американец. То есть с негативным подтекстом? Да, с негативным подтекстом. И даже иногда они тебе привысят цену, да? Когда ты говоришь, допустим, ой, я там оттуда, там из Европы. Они почему-то сразу у них совсем другое отношение. Вообще считается негласно латиноамериканский Израиль. Здесь огромная комьюнити, вообще целый просто пунта-пацифика район, который занимают евреи. Они есть ортодоксальные, есть просто ашкенази. У них тут пять огромных синагог. Сейчас президент Панамы еврей. И поменяют, ну, по всей видимости, на еврея. В прошлую среду был праздник Песа в Панаме. И с этого праздника я поняла точно, кто рулит этой страной. Потому что город был полностью закрыт. Кафе, рестораны, магазины, все было закрыто. И открылось это все только в воскресенье. То есть это действительно страна будет развиваться и расти. Потому что здесь везде еврейский бизнес. Вообще много бизнесов еврейских. Как определить еврейский бизнес? Во-первых, скорее всего, он работает хорошо. Отличие от бизнеса Панамского. И во-вторых, скорее всего, он закрыт по субботу. Вот, есть, например, несколько мебельных магазинов. Пени какие-то, да. И ты приезжаешь, закрыт в субботу, понимаешь, ага, понятно. По словам Веры, самые крутые машины встречаются у синагоги. Как раз у главной, огромной синагоги оказался и мой отельчик. Классный район, вперемешку высотки и колониальная архитектура вроде этой Касабланки. На рецепции выдали пульт, но телевизор смотреть не пришлось. Всю ночь смотрел на желто-синие стены и слушал стоны соседей. Видимо, там кому-то больно, но даже скорую не вызвать. Телефон не работает. Алло. Нет гудка даже. В рабочей зоне у Артема все серьезно. И есть даже стаканы, которые пригодились мне для съемочного процесса. Подсмотреть за тем, что происходит за кадром в моих путешествиях, можно в моем инстаграме. Там я тоже Вова Карманов. Заходи, подписывайся. А как выбирали страны и как пришли все-таки к Панаме? Один из основных это, наверное, система налогообложения. Так как любой доход в Панаме за пределами Панамы не облагается налогом. И облагается только налогом тот, который именно в Панаме произошел. Единственное, что меня обязывает, это сейчас гражданство Российской Федерации платить налоги в Российской Федерации. Но, опять же, если надо подавать об этом. Угу. Если не возвращаться, то можно не пустить. Да, по большей части, да. И это при том, что я уже не являюсь резидентом Российской Федерации налоговым. У меня не то, чтобы налогов меньше стало, они еще больше стали. То есть теперь я обязан платить по 30 процентов вместо 13. Угу. Не хочется вообще теперь. Абсолютно. В России осталась еще недвижимость, недвижимое-движимое имущество. Может, пока выйдет ролик, ты продашь уже? Я постараюсь, да. Машину я сейчас активно продаю. Машину уже не отберут после ролика. Я знаю здесь, например, семью, которая переехала сюда из Германии. Они продолжают работать дистанционно на Германии. При этом, не являясь резидентом Германии, они не платят налог Германии. Ну и, соответственно, в Панаме они тоже не платят налог, потому что у нас здесь не видно. То есть нигде не платят? Да. Мне кажется, это город таких больших возможностей, потому что здесь собрались все-таки инвесторы. По сути, весь город отстроен инвесторами. Здесь штаб-квартира. Huawei, Nescafe, по-моему, то ли Pepsi, то ли чего. То есть вот есть район Коста-де-Леста, там тоже такая зона, и там все построено, и весь бизнес здесь. То есть здесь очень такая интересная история, просто ее надо понимать и знать, как устроена Панама. То есть они для привлечения денег умных людей сделали очень много здесь. Вот это все является Пенама-Пасифика. Вот там все вдалеке. То есть это все, что идет воздушным путем, именно идет отсюда. Это что-то вроде офшора? Это не офшор. Это свободная экономическая зона. Это как duty-free зон. То есть получается, что вы, отправляя отсюда свои, ну, не знаю, допустим, если вы делаете браслетики и продаете их в Бразилию, то они вам намного дешевле обходятся и по налоговому соображению, и по пересылке. Чем если бы вы делали это из другой страны. Здесь очень хорошее налогообложение. Вы можете здесь стать налоговым резидентом, безусловно. И плюс ко всему, даже если ваша компания за рубежом, а вы ведете деятельность в Панаме, это просто куча мусора, большое количество свалок, люди, которые вообще не хотят никак следить за тем, куда они выбрасывают мусор. У меня на районе растет большое количество деревьев с такими стволами разветвленными. Я каждый раз, когда хожу в магазин, я вижу в этих деревьях, чего там просто только нету. Фантики из-под конфет, жвача, какие-то стаканы пластиковые, трубочки. И просто это же не то, что ветром прилетело, это просто чей-то сверхразум берет и туда запихивает. Короче, вот это прям жутко просто бесит их отношение к природе. Я тоже слышала историю, как кто-то попытался донести Панамцу, что зачем вы так делаете, это же ваша природа, это же место, где живете вы и будут жить ваши дети. На что панамец ответил, что если вам что-то не нравится, вы можете проваливать, это мой океан. Где хочу, там и все. Панамцы, как и другие народы Латинской Америки, работать не очень любят, и это часто вызывает неудобства. Еще иногда сталкиваешься с необязательностью панамцев и думаешь, блин, как это вообще возможно? Вот, например, нам нужно было перевести диван, я заранее договорилась с человеком, взяла его контакты, написала ему, говорю, завтра в 10 часов встречаемся там-то, пишу ему на следующий день полдесятого, типа, я вас жду в 10 часов, встречаемся там-то, он ничего не отвечает. Ну, я, соответственно, прихожу, вот, прихожу туда, где стоял диван, отходу мы его должны были перевозить, и прошу людей, они были испаноговорящие, говорю, позвоните, пожалуйста, человеку, он не отвечает мне на WhatsApp, вот, собственно, мы его сейчас с вами ждем. Они ему позвонили, они говорят, а, да, серьезно, блин, у меня планы поменялись, я не приеду. Но иногда это жутко бесит, что ты не понимаешь, можешь ты доверять каким-то договоренностям или не можешь. И никак не проверить. Да, если ты назначаешь встречу, даже, блин, к врачу, ты назначаешь ее на два, скорее всего, ты туда зайдешь пол третьего. Мы сейчас с вами снимаем, да, времени два часа, достаточно жарко. Панама начинает просыпаться вся в пять утра, в шесть, в семь уже, на улице очень-очень много людей, а потом потихонечку днем в Италии, в Испании это сиеста, а в Панаме это так не называется, но люди отдыхают, особо не выходят. Тихий час, короче. Тихий час. Ну, а здесь Амадор, здесь острова для прогулок, сегодня понедельник. Я, кстати, здесь была вчера, в воскресенье, здесь было очень много народу, здесь все ездили, гуляли, ходили. Работать панамцы не хотят по-прежнему, а панамец, он такой, он может с утра встать, не прийти на работу, он может проспать, они на работу ходят, просто пообщаться, это надо понимать. То есть, Панама не работает, и ты его не уволишь, потому что он на тебя напишет, и ты будешь бесконечно ему платить. То есть, почему не любят очень Венесуэлу, здесь и Колумбию, потому что они составляют конкуренцию, они реально работают. Они приезжают, и они работают. Многие вещи, которые у нас как-то регулируются, тут никак не регулируются. Это какие? Например, здесь невозможно ночью спать, потому что у нас очень шумно. Машины, большое количество, не знаю, вот когда машина громко едет, безгушитель она значит? Ну, возможно, да. Здесь большое количество таких машин, иногда я просто вскакиваю по ночам, потому что шум просто нереальный. Здесь можно сигналить. Ты просто идешь по улице, и сзади подъезжают таксисты, начинают тебе сигналить. Таксисты просто раздражают, реально. Да, они все сигналят. Мне кажется, что рано или поздно у меня просто инфаркт будет от этого. Считаешь, ты идешь себе спокойно, у тебя сзади. Би-би-би! Такой, ааа! Но самое неприятное, что когда наступает темнота, наверное, половина панамцев ездят с дальним светом. И это, типа, нормально. Но таковы панамцы, и изменить их не получится, потому что в такой атмосфере им кайфово. Эти страны почему такие счастливые? Маленькие острова, маленькие страны, такие как Панама. Вы знаете, наверное, это зависит от того, как живут люди, какой у них менталитет. Панама – это та страна, в которой до сих пор живут настоящие индейцы. Индейцы тут тоже занимают определенную нишу. Тем более, если мы возьмем все, что касается Карибской части, то там очень много индейцев. Это Кунаяла, то есть это такое племя. Слушай, индейцы – это очень интересный народ. Я на реке Чаграс пожила даже с индейцами. Это был самый необыкновенный опыт. Мы прожили там целую неделю. Они нас кормили, то, что они поймали из реки. Они действительно живут примитивно так, как они когда-то жили. И сейчас первое, когда ко мне прилетают клиенты, я всегда им говорю, давайте я вас отправлю пожить, чтобы вы больше не жаловались. Потому что, увидев, как люди живут и радуются жизни, как они ловят эту рыбу вот на такую вот там какую-то треножку, у них такая палочка с такой, и ты думаешь – вау! Вот это счастье! Это правда! Так ты же понимаешь, что эта страна правильно входит в десятку самых счастливых стран, потому что они не разучились радоваться мелочам. Мы же вот все, у нас уже все так определено. Квартиры, машины, дачи. Но напрямую это на самом деле не влияет на уровень счастья – квартиры, машины, дачи. Абсолютно! Потому что счастье – это выбор. Чувствуется, что климат делает немного счастливее и эмигрантов из СНГ. Здесь как бы то, о чем я мечтал – лето круглый год. Я зиму не очень люблю. И, допустим, когда я в Турцию переехал, там хоть и тоже плюсовая температура, но все-таки зима – там до 8, до 5 градусов падала температура. А здесь прям круглый год больше 20 градусов. А летом тут какая жара? До 35, но вот сейчас уже 33 градуса показывает, 34. Но в море ребята не купаются. Пока только в бассейне. Здесь есть крытый бассейн, подогреваемый. На море нет, еще не были. Ну и говорят, здесь близ города вообще не стоит. Это из-за порта? Из-за порта, из-за того, что грязная вода. Все-таки здесь они сливают все в море. И есть отдельные пляжи, куда имеет смысл поехать. Но это, соответственно, далеко за городом. То есть километров 50 минимум. Вы здесь не купаетесь? Нет, в Сити вообще купаться нельзя. Потому что, во-первых, они только стали строить очистные сооружения, такие, какие они должны быть европейского уровня. Это первое. А второе, вот если вы смотрите, вот эти все корабли, они же стоят в очередь на проход в канал. И каждый корабль обслуживается, сливается вода, наливается вода, подходят с продуктами. Маленькие суда их обслуживают. Из-за большого количества судов Панама Сити, она не для купания, к сожалению. Самые близкие пляжи, это 30 километров от Сити. Там, где можно купаться. Фрукты в Панаме – это дешево и вкусно. Вот прямо на светофоре мужик продает очень сладкие ананасы всего по одному доллару. Ты можешь купить свежую папайю, рамбутаны, ананасы. Да, это действительно… И это будет все натуральное, без всякой химии. А это я пью дорогущий кофе-гейша. Ну, в кружке уже как кофе вроде. Ну, да, но все равно не такого цвета. Ну, другой. Другой. Что, кислит? Кислит слегка. Да. И если обычный кофе, даже хороший, как будто он чуть-чуть разбавленный водой, то это не разбавленный водой. Вот такое ощущение. Да, вот такое ощущение, что это кофе, оно как будто бы имеет какие-то вкусные ароматы, как будто бы с каким-то добавлением лимона. Ну да, не просто что-то горькое, а такая мелодия там какая-то. Легализоваться в Панаме несложно. Страна открыта для айтишников, молодых семей и пенсионеров. Правда, пенсии на жизнь в этой стране обычно хватает только американцам. Здесь два варианта, которые я для себя рассматриваю. Это есть программа виза пенсионата. Это для тех, кто может, скажем так, получать пожизненную пенсию. Чисто теоретически я могу со своей компанией просто оформить все необходимые бумаги, что я буду пожизненно получать пенсию от своей компании. Второй вариант – это виза цифрового кочевника. Она выдается там, по-моему, на год. Общая суть заключается в том, чтобы показать доход за пределами страны более 36 тысяч долларов. В год. В год. Это 3 тысячи долларов в месяц. Ну, примерно, да. Это примерно столько, сколько здесь, в принципе, нужно на жизнь. В Панаме у нас, получается, есть такая виза, которая называется инвестиционная. И вы, покупая квартиру от 300 тысяч и больше, сразу же становитесь инвестором. Это позволяет приехать вам, вашей семье, ну, и даже дедушкам и бабушкам, если это нужно. То есть, если там 8 детей, то все они тоже получают визу? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Это, кстати, на самом деле 3 жены. Ну, слушайте, если вы мусульманин, и они у вас официальные, то вы их, конечно, можете привезти. Пенсионной программой пользуются не только люди преклонного возраста. Сюда приезжают люди по такой программе, которым и 35, и 40 лет, и там 45. То есть, понятное дело, что они типа пенсионеры. А законодательство здесь этого не запрещает. Для них самое главное, для панамцев, насколько я понимаю, чтобы у тебя был постоянный источник дохода, чтобы тебе там какая-то сумма каждый месяц поступала на той счет. Ну, очень большого количества русских мобилизуются здесь увлекательной историей. Не просто ты взял где-нибудь справочку. Пенсионер. Я пенсионер. Все 20 тысяч рублей капает в месяц. Нет, не так работает. Панамского паспорта какая сила, не знаешь? Сколько стран можно посетить? Да, конечно, можно посетить 150 стран без визы. Вся Европа без визы. Новая Зеландия, Великобритания и Америка, Канада. Получаешь визу на 10 лет. Автоматический панамский паспорт получают родившиеся тут дети. Поэтому многие приезжают сюда просто родить. Вот приехал человек сюда родить. Дальше что ему за это положено? Ребенок, рожденный в Панаме, по праву получает гражданство Панамы и панамский паспорт. А родители едут домой? Родители не получают никаких документов. Только ребенок имеет право получить паспорт. Если они хотят остаться тут, то есть специальные программы, по которым можно легализоваться. Если, как правило, обычно рождает ребенка и уезжает обратно к себе на родину, откуда родители сами. Но потом можно через 5 лет приехать и подать на гражданство и на ПМЖ. То есть все рожают бесплатно или кто-то платно? Почему? Рожают как и бесплатно, так и платно. Выбирая врача, каждая женщина выбирает по ситуации, как ей комфортно. А почему выбирают платно и сколько это стоит? Ну, в среднем где-то 3,5 тысячи долларов. Часто Панаму выбирают те семьи, которым не открывают визу в Штаты. Ну, гражданство Панамы уступает небось гражданству Америки? Конечно, уступает. Но когда нет возможности получить визу в Америку, а страна, допустим, для русских Панама безвизовая, то тут покупай билет и лети рожай. Из-за дешевой рабочей силы многие приезжие берут своим детям нянек. Ты можешь за 400 долларов взять тебе человека, который будет у тебя жить, будет тебе убирать, помогать тебе вечером, допустим, с ребенком. Ну, то есть здесь есть та свобода, наверное, не во всех странах такое есть. К примеру, я тебе приведу пример. Когда я жила в Новой Зеландии, моя няня брала с меня минимум 25 долларов в час. Еще говорила, что она мне очень мало платит. Понимаешь? В Америке это чуть поменьше, по-моему, 18. По словам Лилии, панамцы даже слишком любят детей. Они обучены, эти люди, смотреть за детьми. Очень много, кстати, берут людей из индейских племен, потому что куна, с гамбо берут, потому что они вообще привыкшие. У них только девочка рождается, значит, она уже с раннего детства смотрит за всем племенем, за всеми детками. То есть они действительно любят детей. Когда у меня моя младшая дочь ходила в детский садик, и я сказала, не надо давать ей сладкое, вы постоянно даете тортики, у вас каждый день рождения. Она сказала, Лиля, ну как я всем дам о вашей дочке? Как правило, у всех, если вы выйдете вечером погулять, вы увидите, что женщины в медицинских, ну, либо халат это, либо какой-то костюм медицинский, это нянечки. В квартире есть отдельная комната для прислуги, как для нянечки, это нормально. У вас тоже? Да, у нас тоже такая же есть. То есть там, получается, комната маленькая и рядом санузел, когда заходишь сразу только в квартиру. Даже если русская женщина выходит за панамца замуж, вот с некоторыми, я знакома, и мы общаемся, они говорят, мы как бы долго привыкали к этому, что какая-то посторонняя женщина должна жить с нами в доме. Она и живет у тебя дома, ночует все время с тобой. И для этого придуманы эти комнаты. И это, конечно, очень удивительный момент в Панаме. Для меня это была интересная история. У Лилии двое дочерей. Одной 17, другой 9. Обе ходят в местную школу. Мы сменили очень много школ, когда приехали сюда, в Панаму. Потому что выбирали, смотрели. Но мы все-таки определились, что моим детям нужна школа с Кембридж-системой. Потому что они родились в Новой Зеландии. И, соответственно, если они будут поступать в университет, то им нужно, чтобы была Кембридж-система. Школа не самая дешевая. Но школа, когда ты заходишь, ты понимаешь, что все люди, все учителя, все из Англии. То есть звучит настоящая английская речь. А самый главный плюс, что мой ребенок, особенно младший, в школу просто бежит. Я такого, ну, Вов, не видела никогда. Ну, у нас каторга. Ну, ты бежал когда-нибудь в школу? Нет. Тут она мне говорит, мама, давай сделаем этот проект с тобой. Я говорю, слушай, у меня сейчас тут нет времени. Она говорит, так, все, я сейчас все распишу. И учитель уже через неделю сделает со мной проект. Ну, это действительно, ну, как бы это так. Нет ревности к учителю? Нету. Нету. Я даже очень рада. У них нету никакого расизма. Если у тебя ребенок не говорит на этом языке, то его будут учить, будут с ним разговаривать. Настя тоже живет в Панаме с двумя детьми. Мы ходим в платную школу, англо-мексиканская школа. Сами ее выбирали, потому что ее посоветовало посольство Российской Федерации. Приезжает автобус 6-40 утра, забирает ребенка и в 2 часа обратно возвращает. За одного человека получается 180 долларов школа, плюс там автобус еще, доплата за автобус. А самое интересное, что тут другой режим школы. Лучебный год начинается 1 марта, то есть они учатся до конца ноября. Получается, что у них летние каникулы. Дети Насти быстро адаптировались и выучили язык. Детям очень нравится, они ходят в школу, они разговаривают, учат испанский, английский язык. Ну они как, уже говорят по-испански? Примерно за 3 месяца влились в режим и начинают потихоньку говорить. Ну лучше говорят, чем ты, например, сейчас. Да, конечно, дети лучше говорят, чем я. Для детей здесь очень комфортно, потому что есть классные площадки, на которых можно погулять. Мои ходят в музыкальную школу, играет моя старшая на фортепиано. А младшая ходит на воздушную гимнастику. И дорого это все стоит? Примерно стоит занятие от 20 долларов начинается. Одно занятие? Одно занятие, да. Что касается медицины. Медицина здесь тоже есть разная. Тут есть медицина, где ты придешь и у тебя будет все бесплатно. Ну это будет госпиталь очень такого низкого уровня, ну такого, может быть, нашего советского уровня. И есть такие госпиталя, как, к примеру, Хопкинс госпиталь, Сан-Фернандо. Хопкинс госпитал – это вообще американская система. Это будут топовые специалисты, это будет высокий уровень. Многие американцы приезжают сюда делать пластические операции. Потому что в Латиноамерике как-то принято делать очень много пластических операций. И американцы и канадцы едут именно сюда это делать. Оксана уверяет, что панамская косметология сильно отстает от постсоветских стран. Ты если ходил по улицам, ты же видел, да, какие у них… Заметил. Да, у них такие груди, жапале. Это естественные? Нет, конечно, все дорожено. Вообще все дорожено. Я не разбираюсь. А, я тебя научусь. Хорошо. Если ты видишь вот такую, и вот такой жапале, это обязательно все сделано. Я думал, это тоже подарок от Санта-Клауса, нет? Нет, это не подарок. Это вообще колумбийки, у них культ тела. Девочкам на 15 лет, родители, как у нас на помощь, наши сертификаты. Им дарят груди и попы. Это обязательно наклеенные ресницы, нарощенные волосы, обязательно большая грудь и вот такая попа. Какие женщины красивее, наши или панамки, или колумбийки? Ну, слушай, если сравнивать, да, Венесуэла и Россия. То есть, если смотреть по людям, венесуэльцы очень… у них похож менталитет на наших. Они очень образованные, они очень толерантные, они очень красивые. Потому что Венесуэла, она же первая, корабли прибывали, и там, видимо, много-много крови насмешивалось. И венесуэльцы реально очень красивые люди. А страховка сколько стоит в год? Смотри, тут в зависимости от того, где ты страхуешься. У меня страховка называется Worldwide. То есть, где бы я ни была, куда бы я ни поехала, где бы что ни случилось, мой ребенок застрахован. То есть, у меня был даже случай в Панаме, когда у нее случился приступ, и мы прямо отсюда самолетом улетели в Бостон, и нам оказали все, как бы, услуги в Америке, и страховая компания полностью все это покрыла. Такая страховка, получается, стоит 4800 в год на троих человек, меня и двоих детей. Но это у моего ребенка есть заболевание. То есть, если у детей нет заболевания, все хорошо, это будет дешевле. Такая, примерно, страховка, о которой я сейчас говорю, в Америке вам будет стоить, может быть, 18-20 тысяч. Мы уже обращались и в стоматологию, и к педиатру. Сколько пломба стоит? Пломба стоит 60 долларов для ребенка. Но если у вас есть страховка, то это уже другая история. А страховка сколько стоит? Страховка на семью примерно стоит 200 долларов. В месяц или в год? В месяц. Это полная страховка, классная, куда входят все риски. Лилия говорит, что еще никогда так надолго не задерживалась в одной стране. А ты допускаешь, что со временем захочешь переехать в другую страну? Мне трудно очень тебе сказать. Ты знаешь, как я уже тебе сегодня рассказала, как моя мама сказала, что я думала, что я родила ребенка, который будет жить на месте, будет много иметь детей, а ты как цыганка путешествуешь от одного города к другому. Кто его знает, может быть, я еще буду где-то в другом месте, но я люблю Панаму, и пока это мой дом. Панама, хоть и страна маленькая и от нас далекая, захолустьем ее точно не назовешь. Не только все морские пути ведут сюда, но и авиалинии. На табло местного аэропорта самолеты отправляются чуть ли не каждую минуту и во все части света. Одним из этих рейсов улетаю из Латинской Америки и я. Об этом удивительном континенте на моем канале выйдет целая серия роликов, так что подписывайся на ютуб и инстаграм. Везде я Вова Карманов. Пока! Ну что, всего лишь 14 часов и я дома. С учетом разницы во времени получится, что я выезжаю в 8 вечера и прилетаю в Кишинев тоже в 8 вечера. Сутки! Сутки! Субтитры подогнал «Симон»!